В двух словах хотелось бы рассказать о том, что представляет собой Басман. Значит, мы уже несколько лет планируем, несколько лет, это не условно, действительно, все время находятся причины, и мы откладываем этот поход. Я посмотрел, прошел много сайтов, посмотрел информацию о хребте Басман. И меня, конечно, поражает вот такое отношение людей, пишут, это находится возле поселка Гурзуф. То есть пишут люди, которые абсолютно без понятия, где это, что это, не имеют ни малейшего понятия о том, о чем хотят преподнести читателю. Но, тем не менее, выдают такие вещи. Так вот, далеко это от Гурзуфа или нет, мы сможем судить по тому, как пройдем маршрут. Хотя мы приходили на Акималь несколько раз, мы ходили на Акималь, Басман как бы рядом, но, опять-таки, в горах это как бы, вот оно кажется, вот он рядом, по факту, это совсем по-другому дела обстоят. Плюс, в моих планах я не просто хочу посетить Басман, прийти на вершину, отметиться, что вот я был на вершине Басмана, вот, и вернуться домой. Поэтому я бы хотел посмотреть пещеры. На этой горе известно 8 пещер и шахта, вертикальная шахта, 62 метра глубиной, шахта Медвежья. Естественно, вертикальную полость мы спускаться не будем, но горизонтальную, в том числе, вот, в частности, я бы хотел увидеть пещеру под номером 5. Это большая пещера, глубиной 62 метра, в которой находится одноапсидный христианский храм средневековый. Датируется он 10-15 веком, и вот именно эту пещеру я и хотел бы посмотреть. Почему? Ну, у каждого человека, у каждого паломника на то есть свои причины, у меня, естественно, они свои. Я не буду утверждать, что я силен в археологии, что могу там судить о, к примеру, могилах-усыпальницах, или какие-то там конкретные выводы делать по тому или иному возрасту каких-то сооружений. Но хотя бы из той информации, которой я хоть немножко владею, мне вполне достаточно для того, чтобы посетить именно этот храм в качестве паломничества, естественно. Вот. Ну и даже если, вот так, для путешественников, которые, оказывается, там случайно, там пришли мы, получается, только с одной ночелкой идти. Вот. Пришли поздно и, к примеру, не нашли пещеры. Там и так достаточно чего будет видно с этой горы. Поскольку буквально в окружении, рядом, вокруг Басмана находится и Роман-Кош, самая высокая вершина, 1545 метров над уровнем моря. Это Демир-Капу, вторая, по высоте 1540 метров. И четвертая Кемали-Герек, 1529 метров над уровнем моря. Вот. Сам хребет является водоразделом между притоками Качи рек Донги и Каспаны. Вот. Поэтому, как бы, посмотреть там будет что. Ну, мне интересно, вот именно пещера пятая. Поскольку с тюркского Басман переводится как ступенька, вот, а с татарского, если это правильный перевод, но он трактуется именно так вот во многих текстах. Я читал, что это место, куда нельзя ступать человеку. То есть, место запретное. Прежде всего, эта территория находится в глубине, в самом сердце Крымских гор. Это малопосещаемые, скажем так, участки гор. Редкие туристы туда заходят. И еще реже туристы спускаются в эти пещеры. Мало изученные объекты. Я посмотрел и по видео информации. Пишут много, но переписывают из сайта в сайт, из абзаца в абзац. Переписывают, цитируют друг... Не цитируют, а просто тупо переписывают из абзаца в абзац. Вот. Что касается видео, ни одного видео я, хоть его не увидел, где бы показали именно Басман в понимании Басман. Показывают туристы идут, показывают туристы сидят, кушают. Показывают, вот мы красавцы на мотоциклах заехали, те на велосипедах заехали. Но чтобы конкретно показать, вот именно, вот он Басман, чем он отличается, конкретного видео я не нашел. Как таковой информации, нормальной информации о Басмане в интернете, не знаю, скажете, не там искал, возможно. Может вам, кому-то из вас повезет больше, кто-то найдет. Но для того, как бы я хотел иметь понятие об этом объекте, я не нашел информации. Вот поэтому мне интересно будет посмотреть. Естественно, почему мы идем, я сказал, уже идем не первый год туда. Поскольку то погода, то еще что-то, как бы были причины. Вот, плюс, группа, мои друзья, с которыми, с кем-то из них, или с которых, и с кем-то из них я мог пойти. Опять-таки, у нас разные работы, разные жизненные ситуации. И поэтому встретиться, чтобы пойти вместе, вот откладывали, откладывали. И в итоге, вот, все-таки, мы должны, по идее, пойти вчетвером. Люда, Инна и Миша, ну и я. Вот. Попытаемся собраться и пойти. Вроде как два дня выпадают. Один день только в обед будет солнце. То есть завтра там немножко должно капнуть. Если синоптики не ошибаются, дай бог, конечно, чтобы они не ошибались. Вот. Раньше мы обсуждали эту тему. Я хотел сходить раньше, но товарищ, которому я доверял, с которым я мог бы пойти в такое место, он довольно-таки серьезно относится к пониманию духов-стражников. Значит, легенды Басмана, это не просто, что там была средневековая крепость на вершине, что там люди жили в пещерах, что были подземные озера. Значит, на рубеже 14-го и 15-го веков произошло крупное землетрясение, и подземные озера ушли из пещер. Соответственно, ушли и люди из этого района, люди перестали там жить. Хотя до этого там как бы неплотное заселение было, но тем не менее это был пещерный город своего рода. Вот. И, как гласит легенда, есть легенда золотой колыбели, что именно в пещерах Басмана, это как одна из версий, хранится золотая колыбель. Когда князь Горцев попросил духов, чтобы они хранили колыбель, и тех, кто попытается ею завладеть, превращали в оленя, который будет всю жизнь скитаться по горным кручам, вот, или в собаку, которая там разобьется, упав со скалы, ну, в общем, там легенды, варианты, вариации легенды разные, но тем не менее, что люди, которые искали, а искали там Иоанн и Нербо, и там целая-целая история. Вот. Либо пропадали экспедиции, либо люди сходили с ума, то есть оттуда как бы нормальным никто не вернулся. Естественно, если снимали видео, мы можем найти в интернете видео, где люди прекрасно там отдыхают, посещают это место. Мы можем понимать, что не все сошли с ума, ну, и, естественно, не все сорвались с горных круч. То есть, нужно понимать, что дела чуть-чуть по-другому, нежели в легенде, но в каждой сказке есть доля истины. Вот. И вот, как сказал мой товарищ, он, скажем так, сильнее меня в понимании некоторых вещей, и вот некоторые вещи в его понимании, как он мне объяснил, что когда ты туда придешь, и у духа, который охраняет по легенде, то есть было наложено заклятие, вот, и дух охраняет, то есть его задача в этом быть, и никого туда не подпускать близко к этой колыбели. Вот. Смысл такой, что его задача, то есть никого не пускать, значит никого не пускать, вот у него одна задача, это дух стражника, то есть его не задобришь, там печенькой, там конфетку ему не положишь, монетку там не положишь, благовония там, аромопалочки поставить, это для него не катит. Ему просто вот, у него есть точное задание, никого не пускать в запрет, значит, либо там что-то с человеком случится, либо с ума сойдет, либо, ну, в общем, ситуация такая. И вот мой товарищ сказал, что с этими вещами шутить как бы не очень сильно хочет, поэтому, ну, он, в общем, пошел в отказ. Он сказал, туда нету ни малейшего желания идти у него, вот, и на том тема немного призакрылась, поскольку у меня как бы у одного тогда ситуация тоже сложилась, в общем, получилось так, что отложилась на неопределенный срок. И вот после недавней ночевки у нас была беседа, и мы решили, да, везде вот были, везде ночевали, а там еще не были. Поэтому мы хотим пройти, ну, это, правда, будет всего одна ночевка проведенная возле этого, во-первых, древнего святилища, скажем так, поскольку вплоть до 20 века люди, независимо от вероисповедания, от национальности, которые совершали паломничество именно на Басман с целью поклониться неведомым нам святыням. Вот. Сейчас, конечно, время изменилось, времена не те, но, тем не менее, отдельные люди до сих пор совершают паломничество. Это не, ну, не придается широкой огласке. Мы тоже говорим, что мы идем в поход. Вот. Ну, у каждого человека свои задачи в этой жизни, свои цели. И у каждого похода, как бы, тоже свои основания. Поэтому, что увидим, мы расскажем, покажем. Что-то недоскажем, недопокажем. Ну, и будем надеяться, что духи, пещеры, стражники, легенду я расскажу уже там, когда мы придем на место. Легенда интересная. Надеемся, что все пройдет благополучно. Вот один из интересных моментов. Только посмотрел фильм «Перевал Гятлова». Вот так вот люди готовились, готовились. Ни один день и ни один месяц готовились к этому путешествию, к этому походу. И все вот так вот в один момент погибли. Вот. Поэтому те причины, которые, как бы, руководили мыслями моих товарищей, некоторых я не буду говорить, кто это так рассуждал. Но я, в принципе, где-то, где-то могу понять, поскольку на тот момент, когда я заикнулся первый раз, чтобы туда сходить с ночевкой, вот как раз за «Перевал Гятлова» мы и разговаривали. Поэтому оккультизм, мистика, это все идет рядом. В общем, но здравый смысл говорит о том, что если вы идете с добрыми целями, с добрыми намерениями, то Господь с вами. И духи-стражники, это не злые духи, это духи-стражники. Они могут просто не пустить туда, куда не надо идти. Вот. Но не обязательно сделать вас оленем или козлом, который сорвется с горной кручей. Ну и оставайтесь на канале. Я думаю, будет еще много-много интересных путешествий. Будем делиться. Вот. Завтра идем на Басман. Место, куда нельзя отступать человеку. Это сердце крымских гор. Ну вот, сегодня уже вечерец. Единственное минус, конечно, в том, что прошли дожди. Вот. И водички придобавилось. Как там дела будут обстоять? В плане того, где можно будет приноситься с ночелкой? Или там уже похолодало, так как мы ходили на азетин-коз? То есть, что там вверху, мы абсолютно не знаем. Поэтому одеваемся потеплее. Ну и на всякий случай, все-таки берем плащи. Поскольку погода в горах непредсказуема. Я думаю, путешествия будут. Оставайтесь на канале. Ну, значит, это так. Я в двух словах предисловил. Куда нас занесло на этот раз. Мы собрались по пещерным городам. Планировалось сегодня пойти на Басман. Но, в связи с субботным условием, Басман у нас опять отложили. Вот. Вот сколько это возможно. Это на четыре дня возможно. Но, тем не менее, чтобы к выходному не пропадать, мы идем по пещерным городам. Короче, мы сегодня должны были идти на Басман. Я сидел Басманом, блин. Тут что-то здесь или лезем. Я представляю, какой бы у нас был подъем на плата. Инне привет, люди. Мы планируем, планируем пойти на Басман. Никак. То погода, то еще что-то не дает. Возможности. Мевчата, привет. Обязательно пойдем. Всем, кто смотрит, оставайтесь на канале. Будет много интересных походов. Интересных вершин. Вот буквально, буквально недавно. Недавно это было в прошлом походе. Два дня назад по пещерным городам Крыма. Я там сказал, будет много вершин. Нежданчик такой. Вообще не планировал никаких покорений. И вот мы на пятой вершине Крыма. Здесь сегодняшнее восхождение на Экклезию. Мы умеем уже с твердостью сказать, что на следующий выходной точно погода настроилась. Точно все-таки пойдем на Басман. Но точно постоянно находятся причины, которые нам мешали, давали возможности пойти на Басман. И вот после сегодняшнего восхождение все прошло настолько гладко, настолько просто. Поэтому сто процентов я могу сказать, что мы все-таки нормально поднимемся. И никаких сложностей нет. Ну вот завтра планируем пойти на Басман. Место, куда нельзя ступать человеку. Сейчас вот созваниваюсь. Уже минус один. Но хочется верить, что пойду не один. Субтитры сделал DimaTorzok